Сочи Сочи – это дефицитный город. Дефицит, ну, я скажу, 300 мегалотт, а собственных мощностей около 100. Кстати, в связи с Олимпиадой нагрузка энергетическая выносит многократно. Олимпиада в плане, в пике, будет дополнительно 600 мегаватт забирать мощностей. То есть вы ахнете, это гораздо больше, чем ныне весь город вместе взят. Хотят ту общинскую построить, хотят построить Атарскую. И плюс каскад нам заинтересован с тем, чтобы мощность увеличить там на 500 мегаватт. Вы знаете, какую цену они заложили на эту строительство, Светлана? Они заложили от 1,5 до 2 тысяч долларов за киловатт. Цена на рынке – 500-800. Я задаю вам вопрос, откат какой? Сочетатель. Нормально? Нет, не 10, а 300 процентов. 300 процентов. 300 процентов. Значит, цена строительства киловатта мощности в стране, в России – 500-800. В зависимости от типа реактора, типа турбины и так далее. А здесь 1,5-2 тысяч. До тех пор, пока мы это в докладе будет изложено. Мы здесь это написали, но в докладе это будет в репрезентацию. Светлана, нам приходите. Как человек, занимающийся, в том числе и пропагандой Алимпиады, в случае, по его году работы, могу сказать, что основной упор пропаганды ставится на то, что Алимпиада – это шанс сделать те же самые сети, которые в Сочи сношены по разным оценкам или подозревают, что в каждое 90. Ну, они говорят себе. Вот. Если у нас идёт такое вот отношение к Алимпиаде, что мы сделаем его подешевле, вот так, вот другие нас ещё. Что будем делать с теми? Посмотрите, есть федеральная целевая программа, называется «Олимпиада», а есть другая программа, называется «Город Сочи». Вот мой опыт богатой жизни показывает следующее, что защищённая программа, то есть программа, которая будет финансироваться всё равно, даже если будет дефицит, экономический спа, безработица, вот финансироваться точно будет Олимпиада. И совершенно точно будет реализация расходов на Сочи. Чем меньше, кстати, сочинцы активничают на эту тему, чем меньше они возмущаются, тем больше шансов, что денег для сочиней будет. То есть моя позиция стоит в том, что Сочи должен стать городом с федеральным статусом. Я могу сказать, это не выход из состава Кубани, не выход, а это строчка в бюджете. Федеральный, которая, кстати, была с 1961 года, ещё в Союзном бюджете. Почему называли Сочи все союзные драмы и так далее. Вот. Эту строчку надо восстановить. То есть не Кубанская, станица Сочи, как Ткачок мечтает, уже почти сделал, а Сочи – федеральный курорт. Федеральный курорт – это строчка в бюджете. Теперь эта строчка должна быть так же защищена, для этого нужно, чтобы мэр был известен, влиятельен и таким серьезным, да. Вот. Эту строчку надо защищать. Правительство и потом государство стоит. Она должна быть так же защищена, как и Олимпийский строй. И все объемы. Я вам могу сказать, что они исполняют. Они исполняют следующее. Они говорят – вы не бойтесь. Мы, конечно, там исковеркали вам там несколько тысяч гектар земли, и народ выселил, но зато мы вам все эти построили. Вот, собственно, и вся пропаганда. Ну, если корот. Вот. На самом деле так. Они сковеркают, а сеть не сделают. Скажут, что у вас кризис, дефицит, и свидетельствуют. Поэтому строят турнику акции. Так будет. Мы это нашу Родину хорошо знаем. Чтобы так не было, нужно, чтобы, знаете, здесь власть была влиятельная, и чтобы с ней считались. Вот. Это очень важно. Кстати, по поводу низменности медитинской я не сказал. Я, честно говоря, в шоке был, когда тут все-таки губератор в работу, я в шоке был, когда узнал, что серьезной геологической экспертизы низменности не было. Колодяжный сказал, что мы экспертизу провели с вертолета. Цитата. Ну, я сначала подумал, что он, типа, Петросяр, такой, знаете, аттракционный, спиртолетовый, геологический экспертиз был. Потому что они ее просто не сделаны. Они ее не сделаны, но, с другой стороны, это пойма двух рек, как вам хорошо известно. И то, что там болотистые поймены и земли, это очевидно. И сооружение вот этих дворцитов строить, скорее всего, нельзя. Вообще, такого масштаба, такой тяжести сооружения строить нельзя. Вот. Опять-таки, без такого общественного обсуждения этих вопросов, да, мы ничего хорошего не сделаем. Но, возвращаясь к теме инфраструктуры, в том числе канализации водопровода, сброса источников вода и так далее, я могу сказать, конечно, в связи с Олимпиадой мы обязаны добиться, чтобы это были защищенные статьи. Обязаны. Я задаю вопрос, они хотят что-нибудь дать? Видите? Знаете, почему они не могут ничего дать? Вел в том, что позор на Сочи, у Сочи нет финансового управления. Сочи финансируется по смете, из Краснодара, через Казначейский Краснодарский. Такого позора в Сочи не было никогда. Это позорище полно. Мэр может надувать щеки, что-то говорить, он никто. Он, если он что-то хочет, должен приехать в Краснодар и сказать, дайте мне денег, и казначей там уже не Краснодарский. В принципе, это грубейшее нарушение Конституции, потому что по закону о местном самоуправлении город имеет право на местный бюджет, у него есть местные налоги, есть депутаты, которые этот бюджет утверждают. И вот это исполнение бюджета должно осуществляться на территории города. Почему сюда наместников присылают ткачок? Чтобы ровно контролировать все денежные потоки. Что они делают? Это грубейшее. Таких городов в стране нет. Нет. Во всех городах есть бюджет, во всех городах есть депутаты, во всех городах бюджет принимается и исполняется на местном поле. Да, контроль может быть, проверки, но то, что сейчас здесь происходит, они реально превратились в Сочи в станицу. Я бы вопрос не перешил. Спасибо. 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 Спасибо.